Музыка Всем привет! Это Ольга Швиц. Добро пожаловать на мой канал. В эфире топ самых 5 вообще незаменимых кистей, которых вам хватит для того, чтобы сделать любой макияж. Ну и бонусом пойдет маленькая кисточка, засущая копейки, но она дополнит картины. Но если вам интересно, оставайтесь со мной, я расскажу, что, как, чего, почем, где и как это все работает. У меня было множество идей, как сделать это видео. Либо топ 10 кистей, либо топ, не знаю, там 15. Но все-таки, долго-долго думая, я правда серьезно, я думала чуть ли не год над этим видео, как вообще его сделать и на каких кистях остановиться. Поэтому сегодня я расскажу вам о каждой кисточке, с какими продуктами она может работать, в каких случаях можно обойтись без кисточки. И, в общем, это такой travel size, либо для совсем новичков, либо, в общем, для тех, кто хочет сэкономить и что, и где, и как. В общем, поехали. О каждой кисточке по частям. Кисточка номер один или пудровая кисть. Значит, для чего служит эта кисть и на какие категории они разделяются. Кисточка, в данном случае из жесткого ворса, служит для нанесения пудры на ваше лицо во время макияжа. Она имеет очень большую покрывающую способность. Самую большую. То есть, если вы видите набор кистей и видите вот такую кисть, вы просто не заморачиваетесь и понимаете, что самая большая это кисточка для вашей пудры. Вот. Она должна быть. Не советую, как бы, если, допустим, вы пользуетесь только прессованными продуктами, типа вот таких. Там внутри есть пуховка. А если вы пользуетесь рассыпчатыми продуктами, там тоже внутри встречаются пуховки, но кисточки наносят лучше это все. Поэтому остановите свой взор на пудровой кисточке. Она в любом случае вам понадобится. Кисточки для пудры есть из синтетики, а есть из натурального ворса. Из натурального ворса они, как правило, жестче. И это для того, чтобы прессованные продукты набирали они. То есть прессованный продукт лучше отдается, когда кисточка жесткая. Когда кисточка мягкая, ей прекрасно наносятся рассыпчатые текстуры. Поэтому не путайте. Но мы не говорим сейчас о том, сколько у вас должно быть кистей, потому что у меня их очень много. Недавно я заказала еще 20. Вас, кстати, ждет замечательнейший обзор на них в ближайшее же время. Это уже такие будут инновационные кисти третьего тысячелетия, потому что вот эта классика будет выглядеть уже просто реально в прошлом веке. Для нанесения коррекции, для нанесения хайлайтеров, для нанесения румян, а также каких-то бронзирующих типа хайлайтеровых текстур вам подойдет кисточка поменьше. Ее поверхность значительно меньше. И благодаря этому она может делать вот такие тонкие линии, и вы можете их растушевывать. В принципе, не обязательно брать такую кисть. Можно брать кисточки другие, но такого же плана. Ну, вот это неминуемо просто. Кашуня, кстати, линяет, моя сладкая. Ну, вот как съемка, так она номер один. Три эти кисточки я считаю незаменимыми и необходимыми для макияжа глаз. Сейчас я познакомлю вас с каждой из них, расскажу вкратце, что в них уникального, что в них действительно незаменимого, и к какой форме, а также из чего должна быть сделана кисть, нужно по возможности стремиться. Я выбрала два набора трендовых теней. Это тени, которые побили все рекорды продаж в мире за последние несколько лет. Это Naked 2. И последний год рулит Maybelline Nudes. Поэтому давайте сейчас как бы на примере этих теней быстренько разберем, что к чему и как мы пользуемся ими, а также кисточками. В наборе с Naked 2 всегда шла кисточка вот такой формы. То есть, с одной стороны такая вот лопаточка для нанесения на подвижное веко, с другой стороны растушевочка для нанесения на неподвижное веко и действительно растушевки границ. Но я, вот если бы меня заставили просто вообще, сказали, все тени на земле исчезнут и какие ты оставишь, я бы все-таки оставила Naked 2 в старой классической формуле еще до того момента, пока Naked перешел в видение L'Oreal. Для тех, кто не в курсе, примерно в прошлом году, когда количество китайских подделок, которыми и до сих пор пестрят китайские сайты, просто зашкаливало, вот. Ну, тут уже ничего не оставалось делать. Бренду, чтобы не потерять лицо, потому что рынок наводняли Naked 4, Naked 5, Naked 6, в два яруса уже они там шли. То есть, вполне возможно, не очень добросовестные партнеры просто как бы знали партнерскую программу, там, по которым делаются вот эти вот тени, потому что прессуются все, все знают где. Для тех, кто не знает, скажу, что это страна Китай, и очень многие бренды там действительно прессуют свои пигменты под своими названиями. Вы на Катриссе можете увидеть Made in Percine, в переводе означает Китай. Ну, в общем, дело не в этом. Дело в том, что сама классическая текстура Naked 2, она максимально упрощала макияж. И девочка, которая вообще не продвинутый пользователь, обладая этой палеткой и этой кистью, могла сделать достаточно сносный, достаточно красивый и хорошо растушеванный макияж. Но, что касается именно текстуры теней, их формулы, и что касается именно возможности, как бы действительно, просто чтобы была там красивая легкая дымочка, там классные оттенки, близкие к натуральным, тут плотнее, тут, значит, светлее. Всё. В этом плане Naked для меня остаётся номером один. Я именно старая классическая версия. Повторюсь, потому что я сейчас вижу обзоры девочек, и девочки говорят, ой-ой-ой, ой-ой-ой, значит, уже не то сыпется, и всё плохо. Naked классический, то есть 2 и 3, они сыпались. Но в момент, когда вы их убирали, вот эти пигменты, они были сделаны каким-то очень хитрым образом, никаких вот этих разводов не оставалось, то есть их достаточно было смахнуть. Не было вот таких вот пант, синяков под глазами, после того, как вы наносите макияж. А то, что касается Maybelline, всё-таки, разумеется, всё отлично, но подвиг Naked 2 никто в мире пока не повторил. У меня такое жёсткое ощущение, и у меня такое жёсткое ощущение, что как бы название-то бренда продали, а формулу не до конца. Вот. Но об этом я могу рассказать в других видео, если вам интересно, спрашивайте. Переходим непосредственно к кистям. Значит, если у нас есть Naked 2 с вот такой волшебной кисточкой, можно сказать, что за макияж ваших глаз можно вообще не беспокоиться. Если у вас есть возможность купить старую, классическую версию, покупайте, не раздумывая. Если по каким-то причинам нет такой возможности, то тогда мы оставляем самая топовая, самая трендовая, брендовая на данный момент. Значит, в случае с нанесением на подвижное веко мы используем пальчик, а как растушёвочку мы используем вот такую кисточку. Кисточка это от Dr. Bauman. Она натуральная. Она отлично всё растушует. Номер у неё 7139. Кисточка действительно очень классная. То есть я думаю, что на неё стоит обратить ваше внимание, если у вас есть такая возможность. Она, естественно, отличается, но она позволяет наносить и точечно, и растушёвывать, что очень немаловажно. То есть нельзя её считать только растушёвочной. Можно делать точечные нанесения и растушёвку. Уже две функции в одной кисти очень хорошо. Для кремовых и сухих текстур подойдёт кисточка вот такая. Такая как бы удлинённая лопаточка. Из синтетики. Она плоская, овальная, очень маленькая, очень миниатюрная. Эта кисточка моя любимая М-Арт под номером 6. Стоит 150 рублей. Я покупала на Ермаге. У меня уже их 3 штучки. Я думаю, она справляется шикарно и с тем, чтобы нанести, и с тем, чтобы растушевать. И даже брови ей можно делать. И поскольку она синтетическая, с неё шикарно отмываются и кремовые продукты, и пока она не потеряла ни один волос, в пользование она больше года, наверное. В ежедневном. Вот. 150 ориентировочно русских рублей. И вот такая кисточка, тоже от доктора Бауман. С её помощью вы сможете... Так, номерочек у нас. 71, 45. Она очень плоская. Видите, какая? То есть сбоку она вот такая, а здесь она вот такая. То есть ей можно делать брови, тянуть стрелочку, делать вот именно вот эту вот оттяжку карандаша. То есть потрясающе, тоже многофункциональная кисть. То есть если вы будете просто слепо следовать рекомендациям блогеров, которые говорят, купите на Бурзоева, сейчас он что-то там в районе 20, наверное, 8 тысяч. Вот. Чушь собачья. Когда ручки растут из плеч, они из пятой точки, достаточно штучек 5-6 и многофункциональных, и вы будете просто фея. Фея, вы научитесь ими пользоваться, поскольку они очень классные, вы просто сможете, я не знаю, просто, просто, вот просто. И вот в довершении к этим кисточкам 5 основным бонусом я предлагаю, бонусом я предлагаю вам обратить внимание на кисточку вот такую. Это кисточка от бренда Катрис. С одной стороны она у нас идет как классическая кисть для бровей, а с другой стороны она у нас идет как кисть для кремовой подводки. Вот, собственно, и все, что я хотела вам сказать, показать и рассказать. И имея вот такие кистюльки, вот они все здесь, вот они все здесь лежат, перед вашими ясными очами. Во-первых, это очень, я просто серьезно говорю, я кистевой маньяк. И для меня каждая кисточка важна. Почему? Объясню. Каждая кисточка важна, потому что каждая кисть имеет разный состав, разным образом собрана, разным образом подстрижена. И когда у вас действительно есть возможность использовать огромное количество кистей, пробовать их, каждая из них будет для вас важна, и каждой можно будет уделить внимание и посвятить ей отдельное видео, там, минут на 15 о рассказе ее возможностей. Но, к сожалению, я во времени ограничена. Я просто, вот откинув все за и против, просто убрав вообще любые пристрастия свои какие-то, я просто решила сосредоточиться, а сколько же нужно их всего, чтобы все было красиво. Ну и вот, я надеюсь, мой опыт для вас полезен оказался. Если это так, то ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня дорог и важен. Я знаю, что очень многие смотрят меня не подписываясь, ну, потому что иначе не было бы такого количества посещений канала и такое количество посещений видео и просмотров. Огромное спасибо тем, кто делится моими видео, потому что я не могу как бы назвать вас по имени, потому что YouTube не показывает эти возможности, он показывает, там, там, 115 человек поделилось, там, 20 человек поделилось, каждому из этих людей я безумно благодарна. Меня смотрит, оказывается, я недавно нашла вот эту кнопку волшебную, когда заходишь и видишь, какие страны тебя смотрят. И я увидела, что меня смотрит Австралия, я увидела, что меня смотрит Новая Зеландия, я увидела, что меня смотрит Канада, я увидела, что меня смотрит США, что меня смотрит Европа. Большое спасибо вам всем, ребята, спасибо всем, что вы со мной. Скоро будет розыгрыш кистей на моем канале по традиции каждую весну. Па-па-па-па. Па-па-па.